Модная провинция – так называется показ, который регулярно привлекает десятки талантливых горожан, увлекающихся модными тенденциями, создающих собственные маленькие шедевры. В минувшее воскресенье мастера самых разных возрастов вышли на подиум во Дворце культуры Родина. Эта традиция на протяжении двух десятков лет помогает выводить в свет таланты, рассказала организатор показа Ольга Бессонова. У нас все наши профильные вузы, учебные учреждения профильные заинтересованы в наших выпускниках, потому что к ним приходят готовые уже состоявшиеся дизайнеры, которые знают основу нескольких профессий – технолога, конструктора, художника и даже модели. Поэтому они востребованы, и у нас уже очень много состоявшихся дизайнеров, известных. Самый известный у нас – это Игорь Йорк, это ведущий дизайнер по сумкам. Он регулярно принимает участие в Russian Social Week Mercedes-Benz, то есть очень востребованный дизайнер. У нас есть дизайнеры, которые открывают собственные, производство небольшое. То есть мы ориентируем их вообще на открытие собственного небольшого бизнеса. Возраст дизайнеров и манекенщиц – от 4 до 18. В процессе работы над коллекцией авторы проходят все стадии, начиная с рождения замысла и заканчивая финальным аккордом – выходом под свет софитов. Лизе Гек всего 10 лет. Она представила на показе коллекцию под названием «Волшебный лес». Я начала придумывать эту коллекцию еще в феврале. Я посмотрела много интересных руссконародных мультфильмов, где были разные животные. И они вдохновили меня на эту коллекцию. Сейчас Лиза хочет придумать что-нибудь для лета. А вот другая участница показа, Ксения Подзорова, для себя эту идею уже реализовала в виде коллекции «Разноцветный дождик». Эту коллекцию я придумала с мамой, она мне помогла. Просто я как-то шел дождь, ну, еще летом. И вот я придумала, потому что валаны сейчас в тренде. И вот я придумала такой с валанами вместе красочный дождь. А кто ваши замечательные модели? Булавин Диана и Высоцина Дарья. Помимо юных модельеров, на подиум выходили женщины, для которых придумывать одежду и шить стало увлекательным хобби, без которого они уже не могут представить свою жизнь. Наташа Горова со своей дочкой Ксюшей представляет вам фэмили лук. Два платья для дочки и для мамы. По итогам взыскательное жюри этого показа присудило гран-при Лиззи Гек. А вот Ксюша Подзорова с подружками удостоились поощрительного приза. Впрочем, главное для этих девочек, наверное, не места в рейтингах, по крайней мере, пока, а то волшебное чувство, когда твои руки создают красоту. Продолжение следует...